Приветствую вас, дорогие мои друзья и подписчики. Украинский чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев потребовал от боксера Василия Ломаченко объяснить свою позицию после скандального видео с российскими спецназовцами. На своем канале в YouTube Павел сказал следующее. В масштабе известности Василия в Украине это уже не рядовой спортсмен и не просто чемпион. Это все-таки человек уже вышедший в историю сейчас. И это величина большая, мировая. И все-таки, ну, ему все-таки, я бы все-таки хотел бы, чтобы как-то он прокомментировал доходчиво, скажем так, не в стихах, как он это сделал, в принципе, а ответил бы прямо, чтобы кто-то волнуется, перестал волноваться. Те, кто радуется, возможно, перестал радоваться или продолжил радоваться, ну, хотя бы, это любом случае, любая точка зрения, она цена, потому что человек так считает. Вот это было бы проще. А сейчас все ищут то, что им выгодно в этом ролике. И каждый уверен, что он прав. Твое личное мнение, твое отношение конкретно к этому ролику, не касаемо Василия, что он появился на его странице. Твое отношение к этому ролику? Ну, конкретно этот ролик я бы не выкладывал. Почему нет? Ну, начнем с того, что мы уже, повторюсь, подпись про реже людей, их благодарить не за что, и как бы не собираюсь. Ну, и затрагивать очень такие сложные темы, веры, применение силы, когда это можно, и это причислять именно православным, а другие как-то, другие веры как-то обходить стороной, я думаю, все-таки некорректно в сегодняшнее время в нашем мире. Хорошо. Кроме надписи, посвященной вежливым людям и нашивок, которые усмотрели там где-то в этом фильме, все остальное гуд? Да, ну, на самом деле вопросов много, и тема, довольно-таки таковоз, щепетильная, поскольку все-таки вопрос веры, да, мы сейчас говорим там о православии, о православии, это, естественно, Иисус Христос, вот, и как-то ассоциировать вооруженных людей, любых военных, просто с автоматом, вот, с теми учениями, которые давал он, у меня пока что не получается, хотя я не найду то, что я знаю в тем же, там, в учениях Иисуса Христа, то есть когда бы он сказал, что, друзья, ну, если надо, возьмите автомат и убейте. Ну, я не нахожу, ну, я сразу говорю, я не изучаю всю жизнь Евангелие, вот, и это очень тонкий лед, вот, я не нахожу, то есть ассоциация православные, оружие, да, то есть у нас все-таки, ну, лично у меня пока уже сейчас, к сожалению, ассоциируется с агрессией, а не как ни с защитой, там, слова дома и чего-то, а ну, там, с аннексией, с экспансией и к любым дружным конфликтам, которым годится, как бы не стоит. Я полностью поддерживаю Павла Журавлева и даже, вот, я очень рад, что в конце концов нашелся спортсмен, ударник, чемпион мира, который опроверг вот такие утверждения, которые в последнее время гуляют по интернету после выхода к Василию Ломаченко, Александра Усика, а многие люди говорят, что все вот эти вот боксеры, ударники, это люди с отбитыми абсолютно мозгами, это идиоты, поборники каких-то там странных учений, легко внушаемые люди, но нет, вы видите, что Павел Журавлева опровергает вот это все напрочь, довольно умный человек, очень хорошо рассуждает, особенно мне понравилось его призыв к Василию Ломаченко все-таки быть более конкретным, не водить за нос своих фанатов, аудиторию свою, потому что сейчас различные домыслы там гуляют, что вот он, может быть, не то имел в виду, его там кто-то ругает, кто-то оправдывает, почему бы Василию не выступить с каким-то конкретным заявлением, что вот, ребята, я имел то-то и то-то, как сказал Павел, что пускай уже кто-то там порадуется, а кто-то наоборот. Также мне очень понравилось то, что Павел прошелся по религии, потому что мы знаем, что, да и Василий Ломаченко, его кум Александр Усик, они как-то вот пытаются пропагандировать религию, и причем как-то они странные, это все пытаются пропагандировать какими-то насильственными методами, мы помним, что Усик говорил, ну, угрожает довольно часто, оскорбляет людей, и хорошо сказал Павел Журавлев, что ведь Иисус Христос, он не учил насилию, да, если бы он учил насилию, то было бы там в Библии написано, что, ну, как сказал там Павел, да, что возьмите там оружие, убейте их там, но нет, нигде он такого не говорит, он говорит о том, что нужно жить мирно, то есть такое пацифистское, как бы, учение, и причем тут вот этот вот спецназ, вот эти вот вооруженные люди, которые, ну, профессиональные, так скажем, убийцы, эти люди учатся наиболее эффективным методом убийств людей, и как это можно вообще к религии привязать, довольно странно. И потом еще вот Ломаченко и Усик ставят в довольно неловкое положение многих людей, допустим, тех же обзорщиков боксерских, потому что, смотрите, допустим, игнорировать абсолютно их вот эти высказывания и выходки как-то невозможно, нужно на это каким-то образом реагировать, но если ты на это среагируешь, то получается, что ты свой канал загрязняешь вот этой всей политикой, там, религией, то есть бокс уже становится как золото, да, с вредными примесями, и невольно ты вообще отклоняешься об этой теме боксерской, и выходит, что они просто выступают такими, как бы, провокаторами. Печально это все, но вот Павел хорошо, что высказался на эту тему, я полностью его поддержу, я еще раз, еще раз скажу, очень рад, что он все это сказал, выкладываю тут фрагмент его видео, надеюсь, что не бросят на мой канал Страйк, но тут я уже немножко хочу отклониться от темы, сказать о судьбе предыдущего моего канала, все, наверное, ну, как все, многие слышали о канале Мистер Нокаут, к сожалению, он нахватался Страйков и был уничтожен с параллельным каналом, потому что тот канал был тоже привязан к той же самой почте, поэтому были снесены все каналы, которые были привязаны к этой почте. Кстати, на моем канале было и год назад такая ситуация, приблизительно канал был на грани закрытия, потому что я нахватал много Страйков, и вот еще один-два Страйка, и канал должны были закрыть, я тогда просто-напросто снес десятки видео, которые были, в общем, подозрительны, на которые могли прилететь Страйки, и таким образом я спас свой канал, хотя, конечно, количество просмотров там очень сильно упало, но на этот раз у меня, к сожалению, не получилось ничего, канал погиб. Я долгое время не знал, открывать ли мне новый канал, начинать ли мне это вообще делать, хотя вот, например, канал 99% был уничтожен, парень сейчас начинает абсолютно заново, а потом был уничтожен также канал когда-то Гурьев Тайм, ну, там у него вообще были десятки тысяч, если не сотни тысяч подписчиков, но, тем не менее, он создал канал Гурьев Тайм 2, стал подниматься заново. Также я хочу поблагодарить старых подписчиков с предыдущего канала, которые нашли все-таки меня, подписались и пишут такие, ну, как бы, именно в такой тяжелый момент для меня одобрительные комментарии, все это очень важно, ценно для меня, потому что вот я укрепляюсь в том, что надо, наверное, продолжать, хотя я проведу этот эксперимент где-то до весны посмотрю, как этот новый канал будет вообще развиваться, если он будет так стоять на месте, ну, не развиваться, то, наверное, я завяжу вообще с боксом, не буду больше вести каналы на эту тему, ну, в общем, посмотрим, все зависит с одной стороны от меня, с другой стороны, конечно, и от случая, потому что часто, вот, видишь, в Ютубе есть два, допустим, канала одинаковых абсолютно по качеству, казалось бы, да, ну, у одного канала там 2000 подписчиков, а у другого, допустим, там, 20000 подписчиков, почему так, кто его знает, это никто не может объяснить, поэтому, как, как будет расти мой канал, как будет расти там популярность этого канала, я не знаю, мы посмотрим, а во всяком случае, ну, вот, такие мысли у меня, ребята, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, давайте мы попытаемся все-таки возродить этот канал вместе с вами, подсказывайте, если вам что не нравится, там дикция, может, какие-то вставки, делайте еще что-то, давайте будем вместе работать над этим каналом, до скорых встреч, ребята, и всего вам самого наикрутиезного.